Более 5,5 тысяч юридических лиц округа в ближайшие две недели получат счета на оплату имущественных налогов за 2023 год. В этом году будут применяться новые коэффициенты и правила исчисления. Определение Верховного суда 10 октября 2023 года при расчете налога за 2023 год мы учли. Также у нас, до этого я говорила по земельному налогу, если используются в предпринимательские деятельности и не используются по назначению, будет применяться ставка 1,5 и повышающий коэффициент. Юрлицам предстоит оплатить налоги за транспорт имущества земельной участки. Еще в январе фискалы разослали компаниям и фирмам информацию, на что они собираются начислять налоги, и сразу же предложили эти данные уточнить. По статистике, где-то 50% налогоплательщиков, которые нам дают обратную связь. Смысл обратной связи в том, что базы данных подгружаются немолниеносно. Есть зазор во времени. Если руководитель юрлица заранее сверит все данные, он сэкономит массу времени и нервов. Он нам пишет, что смотрите, вот это транспортное средство мне уже не принадлежит такого-то периода. Мы делаем запросы и получаем актуальную информацию. Если бы он нам эту информацию не предоставил, мы бы начислили налог за весь налоговый период, за целый год. По сути, в своей сегодняшней пресс-конференции налоговая служба дала сигнал всем юридическим лицам округа. Актуализируйте свою информацию, проверьте свои обязательства перед государством. Готовьте легу зимой, а не летом, и к уплате налогов тоже готовьте заранее. Тимур Гассин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».